Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. Меня зовут Андрей. И сегодня будет ролик о том, как я продолжаю оборудовать свою мастерскую. Следующий предмет, который я приобрел в мастерскую, это пресс. Мы его еще не распаковывали. Немного предысторию расскажу. Ну, пресс вообще для мастерской вещь необходимая. Без нее я, например, не могу вам показать, как разобрать какую-нибудь УШМ, распрессовать те же шестерни в УШМ. Ну, и многие вещи, где нужно распрессовать, запрессовать, подшипники снять, одеть. Ну, подшипники снять, съемники нужны, а вот запрессовать желательно прессом. Была у меня дилемма, какой пресс покупать, реечный или гидравлический, или гидравлический домкратный. На работе у нас есть два пресса, реечный на 2 тонны и гидравлический, по-моему, на 15 или на 20 тонн, я уже честно не помню. Оба пресса используются на реечном, на маленьком подшипничке, очень удобно на роторы напрессовывать. На большом распрессовывать шестерни большие, на таких болгарках, как 9069, там, например. Купить реечный пресс сегодня удовольствие не дешевое, двухтонный стоит 25 тысяч рублей, гидравлический начинается от 30. Изготовить можно, вот, например, как сделал Александр Эмбрест, но вы видели, чем он его изготавливал, и там только коронки одни стоят, наверное, сколько я потратил на этот пресс. Совершенно случайно на авито увидел объявление, человек изготавливается сам, ну, это самодельные вещи, посмотрел отзывы, отзывы нормальные, написал ему, что необходим пресс для мастерской. Выбрал, который мне понравился, и он мне в личке написал, что он 12900 стоит в полностью оборудовании, то есть его можно купить как с домкратом, так и без домкрата. Зовут человека Сергей, ну, мы договорились, я ему сказал, в полном сборе с домкратом и с этими, с пластинами. Пластины тоже у него можно приобрести отдельно. Он мне сказал 12900, я ему сказал, сделаешь ли ты мне скидку, я сделаю тебе рекламу на своем канале. Он сказал, как бы, я тебе сделаю не скидку, а бесплатную доставку, но если ты мне оплатишь, просто переведешь деньги на карточку. Как бы, многие подумают, развод, но отзывы, как говорится, меня подкупили, вроде бы вообще ни одного плохого отзыва, там один только был отзыв негативный по поводу того, что пресс там не выжимает тот тоннаж, который указан. Ну, как бы, человек ему объяснил, что зависит от того домкрата, который ты поставишь. А тот тоннаж, который указан в характеристиках, это то, что он выдержит этот пресс, такую нагрузку. Ну, короче, я отправил деньги, и человек написал, это было во вторник, по-моему, он мне написал, в четверг соберу и отправлю. И пэком это было отправлено, вот он у меня. Правда, он у меня уже, наверное, неделю или больше валяется дома, руки не доходили, две недели даже. И давайте его вскроем. Короче, посылка состояла из двух мест. Вот, это вот сам корпус упакован, и в мешке, я так понимаю, здесь домкрат лежит. Возможно, там гайки где-нибудь, винты, не знаю. Все запаковано на стяжку. Мешок пустой. Убираем. Внутри, значит, домкрат компании БелАк, БелАвтокомплект. Характеристики 16 тонн, высота подхвата 200 миллиметров, ход винта 60 миллиметров. Максимальная высота 375 миллиметров, площадь опорной площадки 110 сантиметров квадратных. Диаметр подхватного пятачка 35 миллиметров, масса изделия 6 килограмм. Но здесь, я так понимаю, и помимо домкрата, комплектующие. Если кому понравится это изделие, и кто захочет его приобрести, тоже. Как бы, ссылку на Сергея я, конечно же, оставлю. Как я понимаю, это ручка. Не знаю, потом сейчас разберемся. Ружины. Сам домкрат. Инструкция от самого домкрата. Вот такие прутки. И четыре болта. И теперь давайте откроем. Сам пресс покрашен, но не порошковой краской. Просто при транспортировке есть места, где краска стерлась. Но это как бы не страшно. Так, вот они здесь и пластины. И тут, кемBrush. А в течение встрече. Сulla. И вот, ну, осталось, как, что-то. Сейчас, что-то, что-то, что-то. Э, во-вторых. Нет? Да? В течение встрече. А, да? В течение? две таких два швеллера два у таких уголка для начала прикрутим ножки для этого вот есть два уголка и 4 винта правда здесь нет шайб будем крутить на то что есть закрутили и сейчас его попробую поставить значит вот такая конструёвина стоять он естественно у меня на верстаке не будет он будет стоять вот там рядом на швейной машинке старый далее у нас должно быть далее сюда значит вот эта штука которой мы будем давить она прикручивается вот к этой планке давайте наверно сейчас не так сделаю и сниму она прикручивается вот сюда здесь даже отвертка не нужно вот мы ее прикрутили а вот эти штуки прикручиваются вот сюда пружины вешаем ну основная конструкция собрана теперь вставим сюда пресс меня если честно как-то под напрягает что он вообще никак не крепится поэтому нужно подкрутить гайки чтобы он хотя бы прижимался пружинами а а а ну и есть в комплекте вот такая типа ручка блин это такое говно если честно и аккуратно принципе все работает можно что-нибудь попробовать распрессовать ну принципе вот пресс в рабочем положении распрессовывать пока особо нечего есть у меня пару роторов ну как бы подшипники с них снять можно и съемниками вроде как есть мы попробуем спресс с помощью пресса это сделать есть вот такой набор не от у ну пока распрессовывать особо нечего мы просто снимем подшипник с ротора с помощью такого съемника это можно сделать без пресса то есть в данный момент конкретно показать как распрессовывать шестерню нет возможности поэтому в дальнейшем конечно этот пресс у меня будет использоваться для всех разборок где он нужен и там уже вы увидите конкретно его работу здесь пока мне даже вот нету выколоток и вот бойком от перфоратора и стволом воспользуюсь это чисто так показать небольшой пример закрутил закручиваем вот примерно как-то так и ствол у нас упал ну и я думаю обратно этот же подшипник можно запрессовать красивый вот 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 это чисто так был пример кому понравилось данное видео подписывайтесь на канал ссылка на пресс на авито на сергея будет в описании ставьте лайки всем пока